Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал! Так, всем приветики! Ну что ж, сегодня я так решила снять, наверное, какое-то видео вам такое. Как мы выбирались, вот спрашивали у меня девочки, как там мама, где мама, да, где вот родители. Папа нет, уже давно. Ну, не давно, недавно. Вот, мама дома осталась. Ну, такое будет болтательное видео, сейчас немножко вам расскажу свои какие-то мысли. Вообще, хочу рассказать, как мы добирались сюда, сколько часов мы ехали, как мы вот это всё собирались, как мы приняли решение, именно что нужно ехать. Я, конечно, это уже снимала, рассказывала, но как-то всё было такое комкано, комкано, комкано. Сейчас более-менее такая уже, ну, как сказали психологи, на 7-12 день человек привыкает уже к опасности, так как мы с вами привыкли к ковиду, да, вот так само мы привыкаем к опасности, к известиям о войне и так далее. И что хочу вам сказать, что вот у нас был такой очень важный, интересный момент в преддверии вот этого всего действия, когда мы собирались и уезжали, вот многие мои знакомые, друзья, когда мы сказали, вы что, вы едете, не едете, что вы, что вы, они такие, да, да чего, и что там париться, всё окей и так далее. Но когда уже началась уже более такая жёсткая эвакуация, вот туда было очень сложно добраться, ещё сложнее, чем тогда, когда мы ехали. Мы ехали в точку эвакуации, где мы сейчас находимся, под Львовом, мы ехали 28 часов. При том, что в обыкновенный нормальный день эта дорога преодолевается, ну, 9 часов максимум. То есть понятно, да, какие, какое, кое, всё, везде блокпосты, сложности передвижения, когда ты едешь ночью, стоя от кучи машин, мы в одной пробке стояли 5 часов, просто стояли на месте, никуда не двигались. Практически проезжали там один городок, вот, навстречу неслись колонны просто техники военной, просто это такой трешак на таких огромных скоростях у людей в этих пробках простых водителей. Создавали нервы, все там выстраивались в 10, в 4 ряда на двухсторонней, дорога двухсторонняя, да, там такое. Ну, в принципе, доехали нормально на старой машине. У нас был бус, Volkswagen, был, потому что я сейчас расскажу, где он сейчас. Вот, забрали у нас машину, мы сейчас здесь без машины. Вот, забрали не на нужды куда-нибудь, а именно родственники забрали. Ну, тоже такое дело. Вот, я тогда для себя решила, что если я перестрахуюсь, да, вот момент, когда это всё началось, когда ты просыпаешься с утра, взрывы идут. Я насмотрелась видео перед этим, ребята рассказывали, что вот такой вот момент для эвакуации из города у вас есть 3 часа, иначе потом всё встанет, и вы не выйдете, начнут перекрывать дороги, и вы просто не выйдете. Ну, так как мы жили за городом, мы такие, да ладно, да ладно, ну, ладно, вот первые ночи, вот первые взрывы, мы как бы ещё так, вроде так бы успокоились, больше ничего не взрывалось, такие, ну, давай, ну, чё, может перебесяться, да, и всё, да. Но когда мы на второе утро проснулись от взрывов, опять же, такие были мощные, мощные взрывы, и вы знаете, вот ещё был такой момент, когда я открыла одному блогеру, она рассказывает, такая, да это у вас ещё не война, да чё вы паритесь, а вот нас надо нетки, нас тут так бомбили, и садики бомбили. Вот не хочется теперь спасти этого блогера и сказать, ну, что, теперь у нас уже война, можем мы это называть войной или нет? Ну, реально, человек такой трешак начал нести, когда я просто послушала, ну, я так поняла, что, ну, нет, я не буду больше слушать этого блогера, потому что, ну, я понимаю, что есть разные методы наступления, есть разные методы, в Донецке была одна цель, они себе тихонечко там бошкались и, как бы, не привлекая внимания. Здесь уже все вокруг и знали, что будет Россия наступать, уже вся разведка вопела на всю горло, что будет Россия наступать, и, как бы, многие не верили, да, я в том числе, но, когда вот это всё пришло, да, это ещё не война, вот, когда начнут бомбить садики, вот тогда будет война. Ну, в общем-то, да, вот мы теперь дожились до того, что вот такое у нас случилось, уже конкретно никто не может предолбаться, что не война, хотя у нас есть сейчас реально в нашем, в моём окружении, где-то там у нас, где стреляют, люди, которые абсолютно не верят, говорят, да, это фейки показывают. Такого не может быть, это всё неправда, всё. Человек вот для себя, вы знаете, вот, видна какая-то срабатывает психологическая защита, я думаю, это больше всего, когда человек к себе просто вот отключает вообще какое-либо критическое мышление, да, то всё мне кажется, что взрывает. Знаете, сам себе устраивает газлайтинг. Надеюсь, вы знаете, что такое газлайтинг. Если не знаете, газлайтинг – это когда, допустим, вам в детстве делали укол в пальчик, брали кровь. И очень часто родители успокаивают как? Да тебе же не больно, это же совсем не больно, это же совсем не страшно. Да какое мне не больно, какое мне не страшно, мне палец иголкой прокалывают, понимаете? Вот это и есть газлайтинг, когда вам внушают то, что это не больно, это не страшно, это ничего такого не происходит, всё в порядке, ну, так вот. Вот такой вот момент, поэтому здесь важно вот этот момент, что, ну, нас никто не верил, и в первую волну, наверное, выбежали самые такие вот, самые стрёмные. А во вторую волну уже, когда уже начался второй день, и мы проснулись с этими взрывами, то я поняла, что и у нас не то, чтобы были взрывы, над нами конкретно летал истребитель. И по звуку, ну, у нас есть, я вам говорила, что возле нас недалеко военный аэродром. И я так поняла, вот я слышу, что он не так летит, уже когда наши летали, ну, это совсем другой звук, а это просто как ракета летит какая-то. Мы думали, что сейчас начнёт взрываться, потому что куча знакомых говорили, что у них взрывы, всё, и бомбят. И мы такие, а, блин, всё, детей быстро в погреб, вот в погреб, где фиалки выращивают. И вы сейчас пойдите, посмотрите, что я оставила. У меня там всё осталось, свет мы отключили. Возможно, в погребе там ещё свет включается, да, свет включается, отключается. Но так во всём доме всё выключено, все мои цветы находятся, вот, а их уже, наверное, скорее всего, нет, но, особенно, я думаю, бегоний, остались суккуленты, наверное, и то повытягивались. Ну, посмотрю, что холодно, у нас реально холодно, у нас минус 7 было ночью, вот. И мы детей быстренько в погреб, потому что там вот реально утеплённые, укреплённые стены, там, залито всё, там, бетонное перекрытие, и как бы оно, ну, как бы, как бы, возможно, что-то бы там выдержало. Вот. И вот в этот момент произошёл такой щелчок. Надо валить просто. Я за 2 часа собрала всех, но я перед этим, я немножко так в себе, я ещё почему говорил, что я вот реально человека слушала, и он такой говорит, вот, вы можете собрать вещи, подумайте, где что лежит, и у меня уже как-то уже включилось немножко такое, ну, мы ездили на пикники там иногда, но это тоже, вы знаете, такая закалка, потому что мы ездили с палатками, то есть я уже знала, что здесь у меня есть карематы, а здесь у меня есть это, то есть как бы я немножко была физически, морально немножко к этому готова, к тому, что нужно бежать срочно, что-то хватать. Была реально полная засада с тем, что у нас вообще практически не было денег, вообще не было денег, реально, налички там буквально какая-то тысяча гривен, это максимум 30 долларов, с семьёй ехать 20 километров, но у нас, слава богу, у нас было топливо, у нас так получилось, что наша машина сломалась, та машина, которая моя, мы договорились с сестрой, что мы будем ехать, заберём её детей, когда мы договорились, она всё разрешила, всё взяла, дала нам ключи от машины, всё дала, потом в последний момент они отказываются ехать, и как бы, ну, никто машину не забирал силой, понятное дело, то есть если бы она сказала, нет, не едьте, значит мы бы оставили ключи, и искали бы момент, как отремонтировать машину, потому что самый нужный момент сломался генератор в машине, генератор, всё, это деталь, которая иногда ломается в машинах, да, это бывает такое, вот раз в два года, вот мы меняли два года назад генератор, он так ехал-ехал и сломался, не заряжал машину, вот, и может там что-то перегорело, я не знаю, ну, именно эта деталь стоит там буквально 500 гривен, ну, там, 20 долларов, да, образно говоря, и плюс поменять деньги в мирное время, вот сейчас ты пришёл в магазин, купил, поставил, поехал, то есть это не такая поломка, знаете, там, трассмиссия или что-нибудь, и всё, машина стоит, без генератора никуда ты не поедешь, бензин, конечно, у нас был какой-то, но так получилось, что мы как бы хотели вывезти племянников, они в последний момент отказались, сказали, мы не поедем, мы останемся с мамой, вот, и машина у нас осталась, то есть они нам дали машину, огромная им благодарность за это, вот, сейчас они уже приехали электричками сюда, куда, где мы находимся, и забрали у нас машину, то есть наша сломанная машина осталась там, а они забрали свою машину, уже там уехали в другое место, потому что здесь места вообще не хватает, для беженца очень мало места, просто, вот, в первую волну ещё было ничего, во вторую волну было сложнее, а вот сейчас в третью, четвёртую, очень сложно, потому что огромное количество людей едут с Харькова, с Харькова просто город уничтожают на ноль, бомбят всё, люди с трудом оттуда выезжают, то есть город Харьков, скорее всего, хотят сравнять с горизонтом, всё, вот здесь когда-то был город Харьков, люди массово с детьми, просто ужасное зрелище, у меня мама приезжала сюда, отдельная история, но мама не захотела в первую волну ехать, она ещё так на меня как-то посмотрела, ну, что вы парите, что вы пипишуете, ну, что такое, всё в порядке, что вы так на это реагируете, я думаю, нет, я лучше так среагирую, как тревожный кабанчик, смотаюсь вот куда-нибудь за 300 километров, где-нибудь, может быть, там переночуем, переждём, если успокоимся, вернёмся назад, ну, реально, у меня была такая мысль, но никто ничего не успокоился уже, который, который день, и ничего не собирается успокаиваться, ребятушки, это всё надолго, я считаю, я уверена, я больше в степени, вот у меня внутри вот такая готовность, что это не на месяц, не на два, это на годы, это вся ситуация на годы, на годы, 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 поэтому, ребятушки, если вы живёте в любой другой стране, для себя, умея опыт нашего всего, вот этого вот деятельности, всего вот этого, всего, что у нас происходит, вот поверьте, просто, человеку, который жил в безопасности всю свою жизнь, вот 40 плюс у меня сейчас, 42 будет в мае, слава богу, если доживём, я вообще никогда в голове своей не могу представить, что мне придётся бежать, вот в таком состоянии, куда-нибудь, не имея никаких вообще возможностей, мы просто реально там, нам сбросили деньги, родственники помогли, просто, знаешь, как бы на дорогу, вот по своей собственной инициативе, огромное им спасибо, и там, знаешь, так вот, как-то получилось у нас добраться, просто, потому что все свои средства я вложила в растения, я вложила в картины, я вложила, ну, просто, я серьёзно говорю, да, вот такой вот лопух, я лопух, я финансовый, просто, всё, ну, кто из вас такой, у которого есть заначка, там, на полгода вперёд, признавайтесь, напишите мне в комментариях, а у кого нет, а ну расскажите, посчитаем сколько нас, но главное признавать свои ошибки, вот я реально признаю, я знала это всё, я думаю, то я сейчас накуплю вот это, вот это, сейчас пойдёт сезон, мне там ещё ребёнку надо было за школу платить, вот обследование делать, сейчас вот пойдёт сезон, у нас будут средства, я вложилась по максимуму, да, чтобы получить, как бы вложила деньги в оборот, чтобы у меня был оборот средств, и я могла потом выйти в плюс, потому что нужно было землю купить, можно было, блин, много чего, понимаете, новое растение, это всё рассаживало, всё осталось дома, поэтому вот, и у меня была вот первая вот эта паника, именно по деньгам, потому что я понимала, в любом случае, если что-нибудь, не дай бог, случается с машиной, машина очень старая, это старый бус, фольксваген, он там дизель, блин, я не знаю, как он поехал, это машина моего отца, вот я сказала мужу, что это, ну, чудо, как говорит, да, что это вот, сейчас, чуть-чуть, сложно мне это вспоминать, эту дорогу, что это вот мой отец, полог, и топливо у него было, каким-то чудом, у него было несколько канист, дизеля, потому что реально, если бы не было лапыльного, мы бы просто, я не знаю, сколько бы ещё добирались, вот именно дизель, вот, и мы доехали, бус нас довёз, ну, конечно, в состоянии у него, я даже и не хотела вам показывать, ну, всё, это просто машина, ангел-спаситель, вот, так вот, вот, да, вот мы выбрались, вот этот был момент, когда, вот как всё сложилось в точку, я понимаю, что запчасти купить от машины негде, хотя мы через 200 километров уже увидели эти запчасти, но мы уже не возвращались, потому что, опять же, мы не знали, доедет ли машина назад, а назад блокпосты, а сейчас вообще очень опасно возвращаться, потому что расстреливают трассы, можно попасть под перестрелку, и ты просто не доедешь, если ты поедешь за машиной, вот как-то здесь здесь сидим, пока что, там будем решать, может автобусом, если будет полная жесть, мы будем уезжать в Европу, если у вас есть возможность такая, у вас есть какие-то вот такие, вот реально, если вы из Украины, рассмотрите этот вариант, потому что я считаю, вот в моём вот внутреннем таком, вот я не какой-то не политический деятель, я вообще стараюсь новости, не смотреть по минималке новости, вот что-то слушаю, между собой обсуждаю, девочки и мальчики здесь, вот, вот, то, что я слышу, то, что я вот так вот понимаю, во-первых, это надолго, во-вторых, это всё будет во всей Украине, то есть никто не ограничится какой-то областью, нужна вся Украина, всё, такая задача, нужно готовиться к худшему, надеюсь, что на Украине это всё закончится, всё, если не закончится, то тогда жесть, тогда лучше валить сразу в Канаду, там принимают диаспора, принимают беженцы, то есть если хотите, можете это всё презентировать и узнать, если вы сможете уехать, реально, если вы можете уехать, вот, так идём дальше, да, вот мы ехали, собралась я, каким-то непонятным чудом, я собралась, взяла с собой краски, я так подумала, место есть, картины не все, я взяла и думала, если вдруг с дороги сломаемся, то краски-то я заберу, а картины так и останутся, то есть, ну, они пропадут, думаю, половина здесь, половина дома, вот, это картины, а краски я взяла, мастихины, всё это своё, я взяла, тут своё художество, и очень хорошо, потому что сейчас, вот открыли, здесь есть почта, и почта работает, вот именно из этих мест, где нет таких боевых действий, есть в Украине, вот места, вот Закарпатья, и так далее, где Укрпочта принимает свои заказы, там Днепр, Днепр у нас ещё город есть, там можно это всё отправлять, то есть, ещё более-менее, как-то можно работать, и это спасение, потому что это реально денежки для меня сейчас, я вот и благодарю вас за поддержку, потому что много просмотров, поднялся канал немножко там, чуть добавили мне копеечку, тоже, боже, огромная вам благодарность, спасибо, вот это вот я взяла, то есть, я подумала, да, что, да, хорошо, я убегу, а что я буду делать, чем я буду зарабатывать, фиалки никому не надо, бегу, никому не надо, с собой их забрать не могу, что я могу сделать, это, может быть, кому-то понадобятся мои картины, но так сложилось, что именно в этой ситуации, сейчас, вот, американцы, европейцы, они массово пытаются поддержать украинцев, и, вот, помогают, как могут, чем могут, и покупают то, что могут купить, вот, реально, это просто какой-то, вот, внутренний, такое, а, опять сейчас, значит, плакать, нет, не буду, все, я держусь, вот, поэтому, вот, сейчас с деньгами стало легче, реально, но мы еще пока не вывели все деньги, хотя бы часть из системы, которая, вот, у нас посредник, но они тоже работают, банковская система сейчас работает, вот, ехали мы, и тоже так думали, мы слях были, ну, так мы что-то перегнули, надо было бы остаться, а сейчас, когда я звоню маме, вот, она приехала во Львов сюда, вот, во Львов, Тернополь, она была, она уехала назад, сказала, я буду там, и никакие уговоры, ничего ей не помогло, она сказала, я еду домой, уехала в зону боевых действий, вот, ну, единственное, радует то, что там, есть соседи, никто не уехал практически, то есть, там не будет такого, что, она там, допустим, раз, и никого нет, то есть, она в безопасности, более-менее, поэтому, вот так, у меня заканчивается,